Всем добрый день! Где-то несколько месяцев назад я уже рассказывала про антивакцинаторов, которые тоже играют существенную роль в нашем современном обществе. И сегодня я хочу вам рассказать о людям, которые отрицают свое заболевание и тем самым приводят к достаточно неприятным последствиям. Вообще ВИЧ в современном 21 обществе это уже не приговор. Благодаря терапии, которая существует, называется она красиво-высокоактивная антиретровирусная терапия, можно жить долго и при этом не испытывать никаких неудобств, связанных с переходом с падением иммунитета и остальных того, что подразумевает под собой слово СПИД, синдром приобретенного иммунодефицита, то есть когда человек становится полностью беззащитным перед всеми инфекциями, которые нас окружают. Ну вот вроде бы все понятно, живи себе, принимай таблеточку хотя бы одну в день, а лечение оно пожизненное, принимай таблеточку, соблюдай рекомендации врача и живи себе долго, счастливо и не имей никаких проблем. Но есть сообщество людей, которые все сплотились вокруг одной идеи, о том, что ВИЧ это миф, это заговор фармкомпаний, о том, что его не существует, соответственно невозможно заразиться тем, чего не существует. Они не только сами не тестируются, не принимают терапию, они несут эту идею в массу, они не оттестируют своих детей, они не дают лекарства беременным, например, женщинам и, соответственно, внутри опторопного плод заражается, ребенок рождается уже с ВИЧ-инфекцией. Значит, из определения мы понимаем, что ВИЧ-инфекция, это движение людей, которые отрицают общепринятую доказанность того, что вирус иммунодефицита человека является причиной развития такого синдрома, как СПИД. Вообще само по себе сообщество, оно достаточно такое разношерстное, они все, они придерживаются одной и той же концепции. Некоторые признают, что ВИЧ существует, но, например, что он не приводит к СПИДу. Другие говорят, что вообще СПИДа самого по себе нет, это придуманный диагноз. Другие говорят, что и того нет, и того нет. То есть, ну, в принципе, все они сходятся на каких-то таких более-менее общих моментах. Следующий. Вообще история движения, она, собственно, началась тогда, когда же и в 83-м году выделили вирус ВИЧ-инфекции и громогласно заявили об этом на весь мир, что вот мы нашли причину развития СПИДа. Зародилась в США, когда появился первый препарат ламебудин, собственно. И тут же через один год Каспер Шмидт, самое главное, что он психиатр, публикует первую известную критику ВИЧ-инфекции. В ней он говорит о том, что ВИЧ, как бы, вирус не выделен, что на самом деле СПИД имеет психосоциальное происхождение, и что вообще ученым проще всего искать вирусную причину там, где она непонятна. Через три года следующий Питер Дюрсберг, профессор молекулярной генетики, вот, собственно, его портрет, публикует следующую работу, в которой он говорит, что типа, да, вирус есть, но он не приводит к ВИЧ-инфекции. Это безобидный ретровирус, который существует в нашем организме, как и многие другие. Ну и самый такой большой последний. Это была перцкая группа в 93-м году. Это сообщество лаборантов из Австралии, которые заявили о том, что на тот момент технологии не дошли до того уровня, чтобы выделить вирус. И, соответственно, вообще вирус не был вообще выделен, и поэтому его доказательства того, что он приводит к СПИДу, неправильно. И их вот эти вот все мнения следующие перевели к тому, что в 2000-х годах лидером Южноафриканской республики становится Табомбеки. И он очень сильно попадает под влияние вот тех вот работ, которые я перечислила, и начинает в своей стране, представьте, это лидер республики, он начинает активное вот это вот ВИЧ-диссидентское движение. Он издает законы, которые препятствуют получению терапии людей, проводят достаточно сильную пропагандистскую кампанию. Это приводит к тому, что за время его правления, лидерства, а это было 5 лет, погибло больше 30-300 тысяч человек. Все задумайтесь вообще эту цифру. 300 тысяч человек из-за того, что один человек придерживается ВИЧ-диссидентских взглядов. Это на масштаб страны. И это все привело к тому, что в 2005 году Всемирная организация здравоохранения инициировала подписание документов, под которым 5000 нобелевских лауреатов, ученых, академиков и профессоров подписались в том, что они действительно согласны с тем, что ВИЧ является причиной СПИДа. Вот. Ну, естественно, для того, чтобы, кстати, это было более прозрачно, и здесь вот исключить возможность конспирологии, из этих 5000 не было ни одного человека-представителя какой-либо фармкомпании, особенно занимающейся разработкой препаратов. Следующий. Дальше я хочу рассказать основные вот эти именно моменты, аргументы, которыми они аргументируют при общении. Самый первый, сам ВИЧ никто никогда не видел, вирус так и не выделили. Об этом я уже говорила, об этом говорила перцкая группа, об этом же говорил сам Карл Каспер Шмидт. Вот вам электронная фотография, которая подтверждает, что вирус ВИЧ. Да, тогда, 30 лет назад, техника была не настолько классная, и электронные фотографии были не такие четкие. И действительно, может быть, и фотография вируса была не такая четкая. Но даже на этой фотографии мы видим Т-лимфоцит, и мы видим вирус. Вот внизу эта фотография, то есть это более-большое увеличение, это увеличение чуть поменьше. Мы видим саму вот эту вот клеточку иммунной системы, и вот эти вот маленькие-маленькие шарики, это и есть сам по себе вирус ВИЧ-инфекция. Тем, кто не верит, то, что это находится в интернете, есть вот это только первые три ссылки, которые я нашла на Pubmedia. Если ввести, три основных таких слова. HIF, микроскопии, ну, электроник микроскопии. Там ссылок было на самом деле десятки. Я выбрала три хотя бы для того, чтобы примера. Не верите, заходите, проверяйте. Это серьезный источник, ну, это источник, которому, в принципе, можно доверять. Следующее. СПИД вызван нездоровым образом жизни, наркотиками, гомосексуализмом. Так что именно люди, употребляющие наркотики, относятся к сексуальным меньшинствам, болеют чаще. Ну, с точки зрения жителя 21 века, скажите, вообще звучит не очень. Так вот, вот вам еще одно исследование, пример, на него ссылочка. Было проведено оно еще, как вы видите, в 93-м году, то есть достаточно давно. Значит, вкратце рассказываю, что там они сделали. Взяли 715 мужчин-гомосексуалистов, из которых 136 были действительно заражены ВИЧ-инфекцией, с остальными не были. Так вот, из всех этих 136 на отсутствие лечения, они все дошли до стадии СПИДа. Те, кто были не заражены, не перешли. Что по поводу тут вот употребляющие наркотики, ну, все люди вот эти, они четко, на самом деле, признались, что они балуются алкоголем, они курят, они иногда балуются какими-то наркотиками. То есть ЗОЖ мы исключили заранее. Они исключили заранее. Следующий. Антиретровирусная терапия не замедляет течение болезни. Более того, она опаснее, чем сама болезнь, так как подавляет иммунитет. Антиретровирусная терапия, чем она? Плоха на самом деле. Ну, не то, что плоха. У нее есть действительно побочные эффекты. И именно эти побочные эффекты чаще всего заставляют людей ее бросать. Но самые, ну, эти побочные эффекты со временем проходят. То есть и сейчас препаратов против ВИЧ-инфекции, то есть достаточно большое количество. И человеку можно подобрать ту схему, которая ему подходит, которая ему будет комфортна. То есть если тебе не нравится, тебя тошнит, пожалуйста, возьми, поменяй себе схему и принимай терапию дальше. Но нет. Особенно это связано с тем, что вообще первый препарат от ВИЧ-инфекции вообще разрабатывался как средство против, ну, в общем, противовирусное средство. И, соответственно, вот как бы его нашли вот так вот и вообще его изобретали как средство против рака. Но тогда против лейкемии. Потому что считали, что этиологическим фактором является вирус. Ну, в конце концов, выяснили, что вирус вызывает СПИД и, соответственно, начали применять. Вот вам золотой стандарт сейчас медицинского исследования. Двойное слепое плацебо-контролируемое рандомизированное исследование, которое подтверждает о том, что антиретровирусная терапия, она эффективна, даже несмотря на свои побочные эффекты. Следующий. Неизвестно, что определяют анализы на ВИЧ, особенно это имеется в виду, вот, например, экспресс-тесты. Белки антитела к ВИЧ могут появиться и другим способом. Нельзя же, что существуют ложноположительные анализы. Но это сразу говорит о том, что люди не понимают, как получаются в организме антитела и как вообще работают тест-системы. Антитела образуются в организме человека строго специфично какому-то тому, что называется антигеном, то есть чужеродной структуре, которая попала в организм человека. И появиться на фоне непонятно чего они просто не могут. Точно так же очень частным аргументом является то, что беременная девушка пришла первый раз в консультацию, сдавать, остановиться на учет, сдала анализы. Действительно, то есть все знают, что когда женщина становится на учет в консультацию, она обязательно сдает обследование на ВИЧ-инфекцию. И чаще всего так обычно в своем статусе узнают. И вот она заходит в интернет и пишет, что вот я вот такая, я вела здоровый образ жизни, откуда? Все говорят, да подожди, ну ты же беременна, у беременных все не так, и поэтому у тебя и плюсануло. Это, ну, это нормально. У тебя там повысился уровень антител, и никто не задумывается о том, вообще как антитела появляются. Перед тем, как установить вообще диагноз ВИЧ-инфекции, происходит огромное количество, ну, тут основные исследования, это иммуноферментный анализ, это иммуноблотинг, и также это, собственно, выделение самого РНК, ну, ДНК, либо РНК организма из крови человека. Хорошо, антитела не верят, что они специфичны, но мы же можем методом ПЦР, полимеразно-цепной реакции, выявить именно сам вирус в крови. То есть в чем здесь тогда проблема? Между прочим, один из самых тоже известных ВИЧ-отрицателей, я о нем раньше не сказала, потому что у него не было публикации по этому поводу, он просто об этом заявлял, это Нобелевский лауреат Керри Муллис, который получил Нобелевскую премию именно за изобретение полимеразно-цепной реакции. Такая вот несостыковочка. Соответственно, если хотя бы одним из этих методов будет какой-то ложноположительный результат или сомнительный, мало того, что этот анализ будет проведен один раз, второй раз, третий, то есть если не будет хотя бы какого-то малейшего момента, за который можно зацепиться, диагноз снимут, и никто не будет никого мучить. Нет смысла человеку просто поставить плюс и посадить его на терапию. Самый любимый мой вопрос, как же нон-прогрессоры? Ну, прогрессоры — это люди, долгожители, у которых ВИЧ долгое время не переходит в стадию спида. Почему так? На самом деле исследований мало, они ведутся, но этих людей в принципе от 1% до 5% всех людей, которые живут с ВИЧ. А этих людей, ну, получается, их достаточно, но их достаточно мало, чтобы провести на них какие-то достаточно большие грандиозные исследования. Вот я провела еще одно исследование, в котором говорится, что да, такие люди есть. В принципе, почему? Ну, непонятно на самом деле, почему у них ВИЧ так медленно прогрессирует. Скорее всего, связано с какой-то своей личной генетической предисположенностью к этому. Но это же не значит о том, что если человек, если люди нон-прогрессоры, то у всех будет точно так же. Или вообще что, факт, что вообще это будет. В среднем спид разбивается за 10-15 лет. Да, у этих людей проходит 20-30 лет. Но, тем не менее, вирус есть в крови, и он растет, он размножается, ну, размножается, происходит трансляция вируса, и он все равно копится и копится. И человек точно так же заразен при этом. Да, может быть, не в такой степени, то есть у него не такое количество вот этой вирусной нагрузки в крови. Но, тем не менее, она есть. Дальше я хочу вам рассказать про самого сообщества ВИЧ-диссидентов в интернете. Ну, естественно, понятно, что в основном они сейчас обитают в интернете, и эти люди, между прочим, как бы есть среди нас. И я расскажу про одного коллегу, который является приверженцем тоже ВИЧ-диссидентских взглядов. Это врач-терапевт Санкт-Петербургской военной академии, которую зовут только Кових, и она не только придерживается ВИЧ-диссидентских взглядов, она еще так же антивакцинатор, она, да, там полный на самом деле набор. Она и антивакцинатор, и она из-за сыроедения, вегетарианства, то есть вот все, что можно было, она собрала в себе все. Ну, тут мы можем вот повидеть там, чеснок лечит СПИД. У вас аутоиммунный гепатит, кортикостероиды, СПИДа нет, АЗТ-убийца, АЗТ-эламиудин. Мы можем не болеть раком до тех пор, пока правильно питаемся, и все остальные перлы, которыми она прекрасно убеждает людей в своей правоте. Видите, намного проще дать людям надежду того, что они реально не больны, и ничего делать не надо, чем на самом деле задуматься об этом хотя бы один раз и начать лечение. И, в общем, вот, собственно, вот ее деятельность и ее другим подобным привела к вот такому печальному примеру, поэтому, если кому-то достаточно тяжелый пример, следующий, пожалуйста, слайд. Ее деятельность привела к смерти мальчика. Это далеко не один случай, просто он достаточно самый показательный и громкий как бы среди тех людей, которые следят за всем этим событием. Мальчик Матвей Шелепом, его мать была инфицирована, узнала об этом во время беременности, когда остановилась на учет, начала принимать терапию, потому что испугалась, но затем, естественно, попала на сайт ВИЧ-диссидента, где ее отговорили, сказали, что плюсунула, потому что ты беременная, ничего на самом деле нет, заразиться невозможно. Она отказалась терапией, во время беременности у нее произошла еще отслойка плацента, а это дополнительный фактор инфицирования. Мальчик родился ВИЧ-инфицирован. Естественно, терапию она ему не давала. В течение полугода у него, вы видите, развелась в роддоме ИФА иммуноблот положительная, через полтора месяца ПЦР 3,5 миллиона вирусных вирионов в крови. 3,5 миллиона. Это фантастически огромная цифра. Цитамилгаловирусный гепатит, гепатоспленомегалия, это все-таки страшные-страшные диагнозы, которые ассоциируются с основным его заболеванием. Ну и в конце концов, они его забрали из больниц, лечили дома, записывали на видео, которое, кстати, тоже есть в интернете, может, ну, кто-то, если желает, посмотреть. В конце концов, ребенок умер в возрасте 3 лет и 10 месяцев в глубоком иммунодефиците. И вроде бы женщину должно мать, это должно как-то вообще пронять, она должна как-то понять, в чем была ее ошибка. Но нет! Спустя сразу, буквально полтора года, женщина забеременела снова. И чтобы скрыть своего ребенка от врачей, убийц, родила его дома. Точно так же не принимая ни терапии, на фоне того, что как бы у нее дети, то есть ее заболевание прогрессирует. Вирусная калия, то есть она становится точно такая же, она заразная для других людей. В общем, ребенок умер в течение полугода также от глубочайшего спида, потому что у него вирусная нагрузка была еще больше. Следующий слайд, пожалуйста. Вообще, какие социальные факторы есть, которые вообще влияют на это, и почему мы не можем пока что решить проблему самого существования такого движения? Их можно разделить на человеческие и юридические. Я начну с юридических, потому что их меньше. Вообще, когда человек попадает в больницу, первым что нам дают? Бумажку на информационное согласие проведения медицинских манипуляций, назначений и лечений. И точно так же с антиретровирусной терапией. Не подпишешь бумажку, ты лечение получить не сможешь. И тут вот эта проблема связана именно с детьми и с внутриутробным, и с плодом, то есть с внутриутробным беременностью. Плод не является объектом права, и заставить женщину принимать терапию для того, чтобы спасти ее ребенка мы просто юридически не можем. Хотя этим летом в нашем Верховном Совете был принят закон, который теперь может обязать женщину принимать антиретровирусную терапию. Но благо пока что в Украине не было еще ни одного случая, чтобы этот закон действительно применили. Ну и к таким человеческим факторам, как низкая образованность, приверженность к конспирологии, внушаемость, деятельность целителей, ну вот мы, например, уже видели, боязнь врачей и стигматизация. Стигматизация, термин сложный, стигматизация обозначает клеймение, то есть когда на человека вешают обычно какой-то социальный негативный ярлык. Точно так же происходит с ВИЧ-инфицированными. Человек заболел, а что, когда вот только начиналась самоэпидемия, ВИЧ окрестили чумой 21 века. А какая у вас у всех ассоциация с словом чума? Смерть, смерть, точно так же. И теперь, когда человек сможет ВИЧ-инфекция, то, что, о боже, это же все, это смерть, через 10 лет я умру, или даже раньше. И точно так же другой узнает о том, что у него ВИЧ-инфекция, все, сразу, все, он уже смертник практически, то есть вот такое вот клеймение происходит. И человеку не захочется идти и узнавать свой статус для того, чтобы выжить, ему не захочется узнавать, рассказывать кому-то об этом. Об этом проще умолчать, лучше поверить в сказку, что этого ничего нет, чтобы потом не быть социальным изгоем. Выводы. На самом деле решить проблему ВИЧ-диссидентства невозможно, потому что конспирологов опровергнуть невозможно. На любой факт, на любую ссылку, на любое доказательство они будут вам говорить, что это на самом деле все неправда, это все заговоры фармкомпаний, это все масоны, это все рептилоиды, и что бы вы ни сказали, на все будет свой какое-то опровержение или какой-то факт. Ну и, честно говоря, все иконы ВИЧ-диссидентства, особенно те, которые ВИЧ-инфицированы, не принимают лечение, на самом деле завидной регулярностью сейчас покидают этот мир. Поэтому с уходом столпов их организации ВИЧ-диссидентов и последователей все будет становиться все меньше и меньше. Следующий. Спасибо за внимание. Можно в словах, что такое ретровирус и чем он отличается от просто вируса? Чем вообще вирус, чем он вообще отличается от другой клетки? Он не может жить вне организма человека. Попадая в клетку, он должен строить свое, например, там, ДНК, например, если это ДНК-содержащий вирус прямо в ДНК человека, и после этого он начнет считываться вместе с остальными белками в человеческом организме. Ретровирус отличается тем, что у него есть такая штуковина, как обратная транскриптаза, которая и, в общем, вирус ВИЧ-инфекция, он является РНК-содержащим. То есть, грубо говоря, чем он особен? То, что на вот это вот РНК, которое есть с помощью вот этого суперфермента обратной транскриптазы синтезируется ДНК, которая потом вставляется в ДНК человека. То есть, в общем, весь прикол в этом ферменте. А если у тебя РНИЧ-инфекция, это еще не значит, что ребенок будет заражен? Конечно, нет. Современно вот если женщина будет принимать терапию во время беременности, ну, 95% того, то есть, если не будет там какой-нибудь, да даже если будет отслойка плаценты, антиретровирусная терапия снижает количество вирусов крови практически до нуля, то есть до неопределяемого уровня. Ну, вообще до нуля нет. То есть, как бы, считается, что неопределяемая вирусная нагрузка это ту, которую нельзя определить современными тест-системами. То есть, это меньше 50 виренов крови. То есть, человек становится не заразен. Если, допустим, оба родителя ВИЧ-инфицированы? Если они оба принимают терапию. Во-первых, есть вот такие пары дисконкордантные, на самом деле. Ну, если тут как раз, когда один ВИЧ-инфицирован, другой нет. Если оба будут принимать терапию, то никаких проблем с зачатием, вынашиванием, рождением, ничего не будет. То есть, надо знать заранее, чтобы начать принимать препараты? В этом все и дело того, что ВИЧ, он тихий. Он не проявляет себя, как минимум, первые лет 10. Человек может быть инфицирован и не знать об этом. Это тут должна сработать своя осознанность, что есть выход из ситуации, но я что, не знаю, инфицированный ли я. В этом заключается сейчас социальная работа того же, например, Unate. То есть, то, что вы видели, например, у нас не дай спиду шанс, когда организованы бесплатные мобильные, это уже четвертый год в Одессе происходит, в Украине, когда бесплатные мобильные лаборатории по городу ездят с экспресс-тестами. Любой желающий человек может бесплатно, анонимно, конфиденциально протестироваться и узнать, болен он или нет. В следующий раз, когда буду в Одессе, в Одессе я вас попаду. Это не только в Одессе, это по всем городам Украины. Вы можете пойти, например, в кабинет доверия в поликлинике, и там точно так же пройти экспресс-тест. Тоже бесплатно, тоже анонимно. Скажите, сколько стоит сейчас такая терапия, и есть ли у нас какие-то экспресс-тесты поддержки? Да, есть. Вообще, на самом деле, препараты, они в свободном доступе, их в принципе нет. Оригинальные препараты могут доходить, цена до 500 долларов за упаковку. Есть индийские дженерики. Дженерики – это как бы то же самое действующее вещество, но не оригинальная компания. Это как аспирин и ацетилсалициловая кислота. Аспирин Байер изобрел, и они выпускают ацетилсалициловую кислоту под таким названием. Дженерики – это ацетилсалициловая кислота, которая в любой аптеке продается. Вот, да, есть финансовая поддержка. Финансируется из в основном трех источников. Это государство, это социальные фонды, и это какая-то, например, меценаторство, грубо говоря. То есть вообще антиретровиосантропия для украинцев, она полностью бесплатная. Самое главное, что человек должен пойти провериться, встать на учет, и затем каждые, например, 3 месяца приходите, получайте под роспись. Это бесплатно. А часто сообщения в интернете вообще, что ребенок удоволся иглой. Да, 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 это я люблю. Как миф? Это миф. Это не миф. Я прошу, чтобы вы популярно объяснили людям, почему это миф. Да, это моя больная тема. Я писала об этом в большой-большой постсоциальных сетях, потому что это ужасно на самом деле, когда вот это вот рассказывают, то, что вот я была в кинотеатре, села, почувствовала укол, и тут мне подбрасывают записку. Поздравляю, вы заразились с ПИДом. Будьте все аккуратны в кинотеатры, не ходите, смотрите за поручнями в метро. ВИЧ нельзя заразиться, если кровь... Во-первых, чтобы заразиться ВИЧ-инфекцией, должен быть какой-то контакт с кровью, либо это должен быть вертикальный путь передачи от матери к ребенку. Если только иголка, в которой находится ВИЧ-инфекция, была когда-нибудь кровь, уже не опасно, потому что ВИЧ нестойкий во внешней среде. Он может летать здесь, и через 2 минуты его уже не будет. Вы разлили там кровь на стол, протерли спиртом, и его уже нет. Вы скорее так гепатит подцепите на самом деле, гепатит В, потому что он более стойкий, чем ВИЧ. То есть опасаться насчет ВИЧ-инфекции в данном случае не нужно. А, да, и кстати, по поводу вообще самого вопроса ВИЧ-терроризма. Для ВИЧ-инфицированных такое поведение не характерно. ВИЧ-инцефалопатия, то есть нарушение работы в головном мозгу на фоне ВИЧ-инфекции, приводит совершенно к другим поведенческим изменениям, а никак не к стремлению заразить кого-то, чтобы люди испытали на себе это. Это не характерно для них. Наверное, есть такие, если есть разные люди, есть люди, которые не знают, что они инфицированы и специально заражают других людей? Я же говорю, что ВИЧ-терроризм не характерен вообще для именно ВИЧ-инфицированных. Нет, я не говорю, что это характерная черта всех ВИЧ-инфицированных. Я к тому, что случается такое, что человек целенаправленно, специально... Ну, это я могу рассказать, это тоже такой пример из нашей соседней республики России. Там в Екатеринбурге есть замечательный такой человек. Имя я, к сожалению, немножечко подзабыла. В общем, он рэпер, и он пишет песни о том, что ВИЧ не существует. Самое главное, что он хвастается в интернете тем, что он имел сексуальные контакты больше, чем с шестью-десятью девушками, при том, что он открыто говорит, что, типа, да, я ВИЧ-инфицирован, и вот смотрите, вот у меня было столько партнеров, и ни одна из них не забывала. Самое главное, что его реально сейчас посадили, но посадили не за то, что он преднамеренно распространял ВИЧ-инфекцию, а за контакт с несовершеннолетним. Это тоже такой маленький парадокс. Ну, кстати, когда потом начали копать и выявили это все, его действительно сейчас ему еще и добавили статью за умеренное распространение ВИЧ-инфекции. Это, кстати, уголовно наказуемо. Когда люди становятся на учет, они подписывают документ вместе с информационным согласием на то, что они будут лечиться, о том, что они осведомлены об уголовной ответственности за преднамеренное заражение кого-то ВИЧ-инфекции, при том, что ты уже знаешь, что ты заражен. Если ты не знаешь, то, в принципе, ну, печалька. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова А.Кулакова Спасибо.